Представители стран Балтии, Польши, России, Украины и Беларуси собрались на территории стрельбища спортинг-клуба «Золотой фазан» и с заметным энтузиазмом ожидали начала соревнований. Всех их объединяло одно – любовь к такому виду стрельбы, как стендовая. Ни границы, ни расстояние, ни помеха для увлеченных людей – пообщаться с единомышленниками, побывать в новом месте и, наконец, попробовать силы и посостязаться с опытными представителями спорта из разных стран среди первостепенных целей визита в Брестский край. Григорий Каргадзян в спорте порядка 10 лет. Соревнований такого уровня, как эти, пропустить не мог. Уж очень велико было желание посоревноваться с профессионалами, оценить спортивный потенциал Брещины. Участники из Калининграда в Беларуси – третий раз впервые в Брестском регионе. Судьи стрельбой занимаюсь, пулевой занимался стрельбой, то перерыв был, а потом занялся стендовой. Чем вот она отличается? Всем. Абсолютно другая стрельба. Здесь адреналин, как везде, наверное, в любом виде спорта. Хорошая компания, хорошее общение. Немало любителей стендовой стрельбы в Украине. Спорт активно развивается. Быстрыми темпами увеличивается число желающих попробовать себя в нем. Среди спортсменов как женщины, так и мужчины. Как нам поведали, в большинстве люди постарше. Те, кто может позволить себе отнюдь недешевое удовольствие. Я сам охотник. Когда-то занимался еще в молодости олимпийскими видами спорта, траншеи. Ну, а как-то так получилось. Попробовал спортинг. Там так спортинг понравилось. Так и занимаюсь. 200 мишеней для каждого стрелка плюс дополнительные финальные 25. Таким образом определялся самый меткий стрелок. Учитывая, что среди участников победители и призеры международных соревнований, мастера спорта, несложно представить, насколько насыщенными стали соревнования. Наблюдая за процессом со стороны, становится ясно, почему он так захватывает спортсменов. Стендовая стрельба, именно спортинг, она отличается разнообразием полетов мишеней, различных ситуаций, имитирующих полет птицы и бег диких животных. Это интересно как охотникам, увлекающимся и желающим улучшить свое мастерство, и точно так же и для спортсменов, потому что у нас проводятся и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. Каждый стрелок на стрельбище прибывает со своим оружием и боеприпасами, а также должен и обязан иметь в целях безопасности, защиту зрения и слуха. В соревновании по стрельбе приняли участие спортсмены от 17 до 85 лет. Несмотря на результаты, каждый из них получил массу впечатлений, адреналина и стимул развиваться дальше. Первой в нынешних соревнованиях стала представительница прекрасной половины из России Ольга Стасенова. Клубов, подобных нашему ООО «Спортинг-клубу Золотой Фазан» в Республике Беларусь два. В Минске спортинг-клуб и наш Бреский. Бреский спортинг-клуб отличается от Минского тем, что в нашем комплексе представлено несколько видов спорта. Как стрельба из лука-арбалета, практическая стрельба в галерее, из пистолета-карабина-ружья и стендовая стрельба. В подобном ракурсе это единственный комплекс в Республике Беларусь. И именно благодаря возможности проведения на этой базе подобных соревнований мы популяризируем не только наш вид спорта, но и в целом нашу Брещину.